11.07 в нашем городе, это программа Дневной разворот. Добрый день, вас приветствуют ведущие Николай Голиков и Владимир Сметалин. 29 июня, сегодня пятница. Николай, сразу же хочу спросить, я не слежу за чемпионатом мира по футболу, но знаю, что примерно тут экватор Мундиаля. Что происходит? Расскажите, пожалуйста. Вот как раз все вчера произошло, сегодня не происходит ничего. Команда готовится, завтра начинается играть на восьмой. Как так ничего не происходит на главном спортивном соревновании планеты? Сегодня, как это сказать, день молчания, да? Отдыхают. Наши-то когда играют? Наши-то послезавтра играют в воскресенье. С кем? С Мексикой. О, с Мексикой, с Испанией, я заговариваю. С Испанией? С Испанией, конечно. С Россией и Испанией. Шансы наших, Николай, на ваш взгляд? Я всегда отвечаю, 50 на 50, мяч круглый. Что нашим может помочь в этой ситуации? Играть надо. Выходить на поле и играть, пока не выйдешь на поле, гол не забьешь. Так что... Футбол-то игра, Володь. В общем, все решит сражение непосредственно, да? Конечно. Хорошо. Наше дело болеть и помогать. Я думаю, когда... Я все-таки верю, что некая ноосфера существует. Когда мы сидим и переживаем, то это как-то передается. И мячик крутится немножко в другую сторону. Спасибо за эти спортивные и футбольные новости. Сейчас к другим хочу новостям перейти. Сегодня с утра активно смотрел, наблюдал. Пытался выяснить, что за главная социально-экономическая и политическая тема у нас в стране. Но, в общем-то, это вполне понятно и очевидно. На протяжении последних дней и последних недель это активно обсуждается. Петиция за непринятие законопроекта о повышении пенсионного возраста собрала в интернете уже 2,5 миллиона голосов. Это я так вот подбор новостей, да? Читаю из интернета сегодня утром. О России в крупнейших городах проходят акции, связанные с этой темой. Россияне выходят на улицы, чтобы высказать свое неудовольствие планируемой реформой. На этой неделе активные обсуждения среди россиян происходят в Хабаровске, Петропавловске, Камчатском, Ярославле, Новосибирске. Киров тоже упомянут, это Интерфакс пишет. Тюмень, Челябинск, Орел, Калуга, Кемерово, Стрель-Тамак и так далее, и так далее. В общем, вся страна привязалась к одной теме. Ну и, как известно, накануне областное законодательное собрание Кировской области большинством голосов поддержало эти изменения. Как мы можем прочитать из новостей, за инициативу проголосовал 31 депутат против 14. Большинство? Большинство. Мы сегодня обсуждаем эту тему, тему повышения пенсионного возраста. Это будет разговор в том числе и с вами, наших слушателей. 211-101, номер нашего телефона. Раз уж заявлено было о том, что данная тема должна широко обсуждаться с общественностью, мы просто не можем отключить наш телефон. Но предупрежу, что звонки мы начнем принимать после 12.20... Ой, после 11.25, 11.30 примерно. Ну вообще здорово было после 12.00 сначала гостей отпустить, а потом сидеть принимать звонки. Ну а прямо сейчас начинаем разговор с депутатами областного парламента, которые накануне как раз-таки и высказывались по этому вопросу. Представляете, Николай, наших гостей. Герман Гончаров, руководитель фракции «Един Россия». Герман Анатольевич правильно назвал должность? Правильно, да. Совершенно правильно. Добрый день. Добрый день. И Павел Дорофеев, это представитель фракции «Справедливая Россия». Павел Дябич тоже правильно сказал? Да, все правильно. Добрый день. Добрый день. Вот такие наши гости, насколько я понимаю, это люди, которые высказали вчера немножко разные позиции. Ну не немножко разные, а совершенно противоположные. Павел, насколько мы знаем, голосовал против законопроекта. Да, и голосовал против, и вся наша фракция в том числе. Ну и в том числе КПРФ. КПРФ. Наша фракция, в том числе КПРФ, отлично сказали. Наша фракция, в том числе КПРФ, в том числе ЛДПР. Голосовали против законопроекта. Ну а «Единая Россия», правильно, Герман Анатольевич, в целом, да? В целом. Целиком поддержала данную инициативу. Итак, мнение «за» и мнение «против». С кого начнем? Жребий будем кидать. Хорошо, Герман Анатольевич. Когда читал новости, еще в середине июня высказывался Александр Жуков, первый вице-спикер Госдумы «Единая Россия». Он говорил, что эти законопроекты будут отправлены в регионы для получения отзывов и рекомендаций. Конкретные решения от парламентов региональных будут ожидаться в июле месяце. Я попытался сегодня с утра помониторить интернет, где уже региональные депутаты обсудили этот вопрос. Кроме Перми ничего не нашел. И Кирова, соответственно. Да, и Кирова, соответственно. Мы, получается, одни из первых уже приняли решение по данному вопросу. Ну, действительно так, потому что график проведения заседания парламентов регионов, он разный. Мы по графику... В Перми неделю назад, вот я смотрю. По определенным причинам назначена была именно эта дата. В других регионах дата назначается в конце месяца. Поэтому они этот вопрос рассматривать будут у себя именно в тех датах календарных, когда запланировано заседание того или иного законодательного собрания территории. Ну, а у нас получилось именно так, что к этому времени, значит, уже документ поступил. И документ поступил в том виде, в каком мы его читали. И вы не зря говорите, что там в июне еще был разговор. Но не только в июне. Этот вопрос назревал в течение многих лет до этого момента. Потому что нужно было что-то с пенсионной системой в нашей стране делать. Этот путь прошли многие государства Европы. Ну, я не буду про Европу говорить, а могу сказать про те республики Советского Союза, которые были. 15 было союзных республик, 13 из них на сегодняшний день изменили свое законодательство пенсионное, потому что они, как говорят, оно не жизнеспособное. Наша страна, наше правительство наблюдало, каким путем мы сможем выйти, опять же, при этом пенсионном законодательстве. И вышли с предложением, что пенсионное законодательство тоже надо менять. Осталась Россия и Узбекистан. Я уверен, что когда обсудит наша страна это новое пенсионное законодательство, Узбекистан сразу же внесет тоже на рассмотрение, как заверяют коллеги из Узбекистана. — Обсудит, да, простите, обсудит, вы сказали, обсудит или вопрос уже решен в Кировской области, раз региональный парламент целиком. — Как эта процедура будет выглядеть? — Сейчас вы как бы в целом саму идею изменения пенсионной реформы, поведения пенсионной реформы поддержали? — Как может сейчас рассказываться? Кто сейчас может еще рассказываться? — Есть базовый закон, естественно, мы собирали всех членов фракции «Единая Россия», уже приступали до пленарного заседания к обсуждению данного законопроекта. И увидели ряд моментов, на которые необходимо в случае, если он будет приниматься третьим чтением, может быть, осенью, или когда назначат Государственную Думу, чтобы те предложения с регионов, в частности, с нашей территории, были услышаны. — Что за механизм тут подачки? — Как это будет все происходить? Расскажите. — Дело в том, что сейчас вот тот законопроект будет вноситься в июле в Государственную Думу и будет приниматься в первом чтении. — Накануне каникул, получается, да? — После первого чтения будет продолжительный период времени, где с участием всех депутатов Государственной Думы, которые выйдут в регионы вместе с другими коллегами-депутатами различного уровня, также будут встречаться с общественностью, с профсоюзами, на предприятиях, в организациях, выслушивать предложения, обсуждать их. И потом в конкретной форме, в виде поправок, ко второму чтению должны представить Государственную Думу. Эта практика очень редкая для того, чтобы региональный парламент внес даже конкретную поправку в федеральный законопроект. — После этого, когда поправки будут обсуждены в Государственной Думе, я думаю, что, наверное, в сентябре этот законопроект будет обсуждаться в третьем окончательном чтении. — Уже с поправками. — С поправками со всех регионов России. Значит, и проведены были определенные мероприятия, что приглашались представители для обсуждения, диалога, разговора на эту тему, что учесть надо, именно на какой территории. Потому что территории у нас, понимаете, разные. Крайний Север или Северный Кавказ. — Где глава, насколько помню, Чехенской республики сказал, что он не собирается повышать свою республику на сегодняшний возраст. — Ну, вот видите, там свое мнение у лидера Кавказской республики. Поэтому эти мнения будут как бы все выслушаны, обсуждены непосредственно. — Закон-то будет федеральный, он не может быть там с региональными какими-то исключениями. — Вы же понимаете, все равно после всех обсуждений будут искать консенсус. Но мы на сегодняшний день приходим к тому, что если пенсионная система хромает, и если мы ее вовремя сейчас не выправим, это не реформа. Это изменение в законодательстве. Вот, допустим, наши депутаты нашей фракции, мы конкретно показали, что необходимо пакет законопроектов, который там во втором чтении и к третьему должен быть тоже принят вот с учетом этого законопроекта внесенного. — То есть помимо этого законопроекта сразу нужно принимать еще несколько, да? — Да, ряд законов нашего федерального законодательства, уже с учетом, не откладывая при принятии этого закона, параллельно должны вноситься поправки в те законы, которые касаются, допустим, защиты молодежи, чтобы они могли трудосраиваться. — То есть на данном этапе уже есть замысл некий, да, какие-то поправки, которые Единая Россия, наша фракция уже готова внести? — Да, примется соответствующее постановление законодательное собрание, и оно уже, наверное, какой-то секрета не подлежит. — Давайте о них поподробнее поговорим, об этих изменениях, все-таки поправках после небольшой паузы. Полминуты. Продолжаем наше общение с Германом Гончаровым, руководителем фракции Единая Россия в областном законодательном собрании Кировской области и представителем Справедливой России, тоже с нами, Павел Дорофеев. — Я напоминаю, что на сайте kirova.ru и на нашей странице ВКонтакте есть голосование против вы за повышение пенсионного возраста. — Три варианта ответа. Я поддерживаю повышение пенсионного возраста, не поддерживаю. Или третий вариант. Без разницы. Я все равно на пенсию не рассчитываю, буду деньги копить. — 80% проголосавших ВКонтакте не поддерживают данные изменения. Ну, как известно, все, по-моему, средства массовой информации, начиная с середины июня, приводят данные опроса агентства «Регнум». Да, данные опроса говорят о том, что 92% россиян против этого изменения, повышения пенсионного возраста. — Меня, правда, смущает то, что «Регнум» — это, как известно, ведь крупнейшая частная социологическая компания. Почему не задействовали ФЦИУМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, который, собственно, непосредственно сотрудничает с государством, не знаю. — Герман Анатольевич, хочу спросить, раз уж упомянул об опросе. Ну, вы знаете результаты, да, собственно, этих социологических исследований. Вот внутренний какой-то конфликт не возникает? — Большинство россиян против? — При решении подобных вопросов... — Принимаем, да, учитывает все «за», «против». Тут объективно есть как и «за», так и «против», собственно, аргументы. — Действительно так. Вы знаете, что пенсионное законодательство не пересматривалось с 1956 года. И в то время она не просто принималась, хотя направляющая и руководящая была только одна, значит, и много было суждений и споров. Ну, а в частности, сейчас, как бы вот, если, я говорю, опять же, мы задерживаемся на год-два, то сложно будет выправить ту ситуацию, и пенсии будут падать. И чтобы эта ситуация не наступила, они действительно повышались, и там предусмотрены... — Пенсии уменьшатся, по вашим прогнозам? — По нашим прогнозам. — Могли бы, если бы ничего не менять. — Если бы ничего не менять, то они бы начали уменьшаться. Вот с учетом этого, сейчас вот именно тот период времени, в который необходимо ситуацию удержать, а впоследствии будущие годы довести, допустим, пенсию до 20 тысяч, которая там, возможно, нашей стране вырастить. Значит, это... — Минимальный размер пенсии. — Да, минимальный. — А сейчас он 8-9 тысяч рублей. — Ну, там, по некоторым прогнозам, там 9-11, там 11-9, там до 12, у кого-то там, и так далее, и так далее, там, посредине. — Поэтому мы вернемся к решению законодательного собрания, если вы позволите. — Да, 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 к тем изменениям, потому что до чего мы остановились, собственно, до переживания. — Действительно, значит, там бурное было обсуждение, и высказывали все мнения, пришли к кончательному моменту, если действительно, как говорит председатель правительства Российской Федерации, что вопрос очень назрел и очень серьезный вопрос, если мы не будем принимать решение, то действительно положение в стране ухудшится. Так вот, мы предложили Государственной Думе Российской Федерации при доработке проекта вот этого федерального закона предусмотреть возможность снесения изменений в перечень категорий граждан, имеющих на досрочное изменение в перечень категорий, вот, на досрочное назначение страховой пенсии, включая граждан, имеющих специальный стаж, не достигших возраста для назначения страховой пенсии, исчерпывающий механизм защиты категорий граждан, который объем социальных прав, которых может быть, ну, занижен или снижен, или в каком-то таком роде, что должно быть тоже предусмотрено, если в случае принятия данного законопроекта будет. Также должно быть совершенствование института накопительной составляющей там пенсионной системы. Без нее тоже ни одно государство не обходилось, и я думаю, что и это будет в ближайшее время, в какой-то степени пересмотрено и предложено гражданам, какую систему при этом случае выбирать. Я думаю, что, наверное, на мой взгляд, граждане выберут добровольную такую накопительную систему, и она как бы тоже будет создана. И мы предлагали, что одновременно с принятием проекта федеральной закона в целях дальнейшего обеспечения проведения вот этой реформы, ну, или изменения законодательства, чтобы предусматривалось устойчивое развитие экономики. Для этого должны быть подготовлены соответствующие нормативные акты, которые поддерживать это будут, базовых отраслей, создание условия повышения темпов экономического развития дальнейшего у нас в стране. Значит, также мы говорили о снижении процентных ставок и повышении доступности кредитов. Для пенсионеров? Не только для пенсионеров, вообще для граждан. Вообще? Развитие кадрового потенциала, чтобы это тоже было в нормах закреплено, и планирование подготовки специалистов. Ну, а здесь мы предлагаем подготовку специалистов на основе заказа. То есть, есть необходимость на предприятии специалистов таких-то уровней, значит, это планомерно должно быть учтено при подготовке в соответствующих вузах страны, там, или в региональных вузах, или как-то по востребованности на рынке труда. Расширение трудовых гарантий прав граждан предпенсионного возраста и молодежи, я уже как бы начал об этом говорить. Например? Потому что у нас, как бы, сейчас люди, повышая возраст пенсионный, уже некоторые выйдут на пенсию, а право на ее получение будет чуть позже. Поэтому где этот человек пожилого возраста будет задействован? То есть, это тоже должно быть законодательно урегулировано, и защищен вот этот слой населения, люди пожилого возраста. Но так как повышение все-таки предусмотрено и будет, то, естественно, здесь обеспокоены есть и по молодежи. То есть, опять же, отдельная программа или отдельный нормативный документ должен быть принят о том, чтобы были гарантии у молодежи, которые там прошли службу, закончили вузы, получили специальности, и чтобы они были востребованы, чтобы была у них, как бы, работа и трудоустройство. Также было с нашей стороны предложено в сторону работодателей, чтобы были конкретные нормы закона приняты, чтобы работодатель не имел возможности искать причину. То есть, как бы, если человек уже вышел на пенсию, а право еще этого получения до пенсии не получил, чтобы не было причины или умысла у работодателя, значит, каким-то образом уволить этого гражданина. Не причины, а предлога, наверное, скорее. Предлога. Или непринятную работу, например. Значит, и опять же, стимулировать этого работодателя для того, чтобы он принимал на работу молодежь. Значит, и это тоже должно быть предусмотрено нашим законодательством Российской Федерации. Вот это и называется пакет конкретных действий нормы закона, которые должны коснуться всех категорий граждан. Но в этом случае мы и говорим, что этот закон не касается там списка номер один, о котором мы говорили, там несколько сотен или тысяч профессий. В двух словах поясните, что это такое. Ну, это люди, которые работают на вредных производствах, там, в химической промышленности, в шахтах, которые закрыты, а не открыты. А открытые шахты тоже входят в список номер два. У которых, как говорится, год идет за год с лишним. Действительно, районы Крайнего Севера, значит, летчики, пилоты. Ну, понятно, понятно, примерно, категория этих людей. Силовики, военнослужащие. И, значит, все это перечисляется. Это достаточно большая армия людей, которых, значит, закон касаться не будет. То есть, будет оставлено в том. Да, время бежит, время бежит. Мы еще не выслушали Павла Дорофеева, представителя фракции «Справедливая Россия», который накануне голосовал вместе с своей фракцией против данной инициативы. Только что мы услышали позицию, ну, можно так в целом, да, обобщать фракции «Единая Россия». Герман Гончаров, ее руководитель в нашем региональном парламенте. Павел, пожалуйста, давайте тезисно. Почему вы против? Ну, давайте начнем с того, что в первую очередь мы работаем в интересах народа. По данным исследований, 92% против повышения пенсионного государства. Ну, я надеюсь, говоря, мы, вы имеете всех депутатов без принадлежности. Конечно, да. Ну, я сейчас говорю о том, что наша фракция, ну, опять же, не говорю про других депутатов, конечно, все работают в интересах народа. Если подходить конструктивно, да, проблема есть. И не надо думать, что мы оппозиционная партия, мы просто выступаем всегда против. Мы выступаем за конструктив. Давайте делать поэтапно, например, средний уровень жизни, продолжительность жизни сегодня в России 70 лет. Давайте мы сначала сделаем ее, доведем до 76 лет путем проблем в здравоохранении, путем проблем в коррупции, вредительства на производствах, в экологии и поднимем пенсионный возраст на два года. И пойдем такими этапами. Почему сразу же нужно на жителей нашей страны переносить им на плечи эту проблему, поднять пенсионный возраст? Сейчас сегодня, не знаю, если спросить, наверное, большинство россиян, которые работают на производствах перед пенсионным возрастом, у них единственная мысль, как доработать до пенсии, там, остался год или два. Если спросить работодателя, то, опять же, мне кажется, каждый второй работодатель держит сотрудника перед пенсионным возрастом, только дожидаясь, когда он выйдет на пенсию. Потому что, на самом деле, люди у нас в 55 лет уже чувствуют себя довольно хуже, чем в других странах. Так, усредненную картинку рисуете, да. Ну, допустим, давайте перейдем к цифрам. Вот говорят, что в Европе, у нас любят сравнивать с другими странами, в Европе, например, давно подняли пенсионный возраст. Да, правда, 65-67 лет средний пенсионный возраст в Европе. Ну и продолжительность жизни там намного выше, это порядка 11-12 лет. Вот есть страны, например, в Германии, это 81,1 год продолжительности жизни. Во Франции 82,7, ну и так далее. Получается, что если перевести на Россию, вычесть там 11-12 лет разницу, то у нас как раз 55-60 лет, и есть, как бы, по их исчислениям, есть нормальная продолжительность жизни для России. Что касается, говорят, что в России стали долго жить. В 87-м году до отметки 65 лет доживало 50% мужчин, сегодня 57%. До отметки 55 лет женщин доживало 87%, 80% в 87-м году, сегодня 82%. Это чьи данные вы приводите? Ну, это у нас Шейен, депутат от нашей фракции, в Государственной Думе, проводил исследования, данные взятые из официальных источников. Получается, что... Шейен, это то знаменитое выступление, которое гуляет в интернете. Да, формально получается, что на три года увеличилась продолжительность жизни, но опять, учитывая, что у нас снизилась младенческая смерть, то у нас, получается, с 87-го года, а даже с 50-х годов, продолжительность жизни фактически не увеличилась. Что касается зарплаты и пенсии, там, опять же, взять Россию и европейские страны, ну, она, так скажем, в европейских странах в разы, где же там до 5-7 раз больше превышает и зарплата, и пенсия. Вот у нас средняя зарплата в России 41,600, средняя пенсия 14 тысяч. Опять же, хочу заострить внимание про 41,600. Ну, конечно, если взять, считать, там, сотрудников предприятий, производств, заводов и сотрудников, там, топ-менеджеров госкорпораций, там, олигархов, которых, там, зарплаты в миллиардах, то, конечно, средняя она будет 41,600. Если взять, например, эту же Кировскую область и взять, там, не знаю, заводы, какие-то предприятия, аграрные комплексы, то, я думаю, средняя зарплата будет, там, на уровне 15 тысяч рублей, ну, по моим, там, подсчетам. То получается, что у нас соотношение средней пенсии к зарплате в России 33%, в европейских странах, средняя 58,3%. Вот для меня удивительно, что даже в Индии она составляет 87,4%, хотя Индия, ну, довольно, там, не очень богатая страна была раньше, сейчас, конечно, она активно развивается. Но, несмотря на то, что она не богатая, многие россияне с удовольствием туда уехали. Ну, понятно все. Ну, тут и климатические условия. Поэтому, я говорю, у нас позиция не только выступать против, потому что мы понимаем, что проблема есть, ее надо решать. Давайте делать поэтапно. Зачем только говорить. Сначала нужно сделать какие-то шаги, наладить, там, жизнь в стране, на самом деле, там, медицину поднять. Это как в бизнесе, знаете, когда делают бизнес-план, он есть, там, оптимистический, средний, пессимистический. У нас почему-то любые законопроекты, которые выдвигаются, сразу же рисуются критикой картинки оптимистического плана. Ну, по итогу, почему-то всегда на выходе бывают пессимистические планы. Поэтому, я считаю, что это неправильно. И вот тоже еще показали, что в июле в первом учреждении рассмотрят вопрос. Потом депутаты уйдут на каникулы, вот, в отпуска свои, и в сентябре будет рассматриваться в окончательном учреждении. Ну, я очень сомневаюсь, что в период отпусков депутаты будут в своих регионах работать, изучать мнение о населениях, встречаться на предприятиях. То есть, население тоже будет в отпусках? Ну, да, я почему-то очень в этом сомневаюсь. Я думаю, что просто по-тихому это все пройдет, там, в шум утихнет, и просто это все примут. Вот, в мое видение такое. Так это же ваша задача. Задача депутатов шум-то поднимать. Ну, понятно. Хоть вы не уйдете в отпуск, да, пожалуйста, идите в народ. Поэтому я еще раз хочу отметить, что мы считаем, что вопрос решать надо, но надо подходить конструктивно, и в первую очередь прислушиваться к мнению народа и делать все это поэтапно. Ну, раз уж мы заговорили, там, упоминали цифры, да, средняя продолжительность жизни в России, мне хочется сосредоточиться на нашем регионе. Вот вижу данные перед собой, которые публиковались ровно год назад, в конце июня 2017-го. Это известие писали со ссылкой на Росстат, но это итоги 2016-го года. Средняя продолжительность женщин в Кировской области, жизни женщин, 77 с лишним лет, да? Да. Мужчин между 65 и 66. Герман Анатольевич, не смущает вас этот показатель? Значит, вот у меня тоже есть данные Росстата. Ну, их публикуют, да, они в открытом доступе. 71 и 71 у нас, 29-е место в ПФО. Да. Нет, по стране, по-моему, все. По стране. А ПФО, 5-е место по уровню жизни, ну, вот, по продолжительности жизни. На самом деле, значит, там, те показатели, которые были прежние годы, они значительно были ниже. То есть, по прогнозам, так как пенсионное законодательство будет изменено, и оно будет поэтапное, то есть, это будет до 34-го года. Это не вот так вот, там, приняли закон, и вот завтра все уже, значит, на рельсы встало, и все будут, как бы, выходить на пенсию вот именно вот, сразу и везде. Это будет пошагово, там, год, там, за два, там, год за год, там, в соответствии с теми категориями, там, работающих, и она завершит свою, как бы, там, будем так изменение законодательства с учетом этого закона только в 34-м году. Значит, и по прогнозам, в том, что продолжительность жизни людей будет и в Кировской области, согласно, вот, там, и исследованию пенсионного фонда, и нашего областата, там, и других, что если сейчас у нас 71, 71, то через эти годы, через несколько лет, в 34-м году у нас будет приходить примерно, там, 75-77 лет по прогнозам. Конечно, конечно. А можно, Павел, поспорить? Я не могу понять, почему за последние 50 лет продолжительность жизни не увеличилась, а как она за 10 лет сейчас увеличится, что этому будет способствовать. Если сейчас... У вас другие какие-то данные? Нет, сейчас есть статистика. За 50 лет тогда, вы скажите, какой хоть возраст 50 лет назад был, продолжительность жизни? Такой же точно и был, как сейчас, 70 лет, ну, если указываться, там, средняя у нас по России. У нас таких данных нет. Если сейчас 65, пенсия для мужчин будет 65 лет, то, вот, опять же, по статистике, 46% российских мужчин не доживут до этой пенсии. Хотя есть регионы, которые сейчас уже не доживают до пенсии, которые сейчас 60 лет установлены. Это чьи данные? Ну, это, опять же, вот у нас Орек Шейн. Выступление Шейн. Ну, тоже вопрос дискуссионный. Вопрос дискуссионный. Вообще, когда речь идет о средних, средних цифрах, в том числе... Это вопрос всегда дискуссионный. Это тоже можно оперировать, конечно. Давай мы сделаем небольшую рекламную паузу, да, и продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повышение пенсионного возраста, то есть это система мер, вообще не только возраст касается, а касается, в общем, именно проведения изменений в законодательстве, чтобы жизнь наших пенсионеров по этапному развитию, который будет приниматься данный закон, все-таки улучшилась. Ну, Герман Алексеевич, анатолич, позвольте, я вас перебью, дело в том, что... Давайте я перебью вас всех, я все-таки напомню, 211-101, да, мы обещали все-таки, наши слушатели, у вас есть возможность звонить и высказаться, простите, я просто хочу попросить слушателей конструктивно, если вы за, четко, точно, почему, если вы против, четко, точно, почему... Если есть какой-то вопрос, то спрашивайте, как оно будет. Можно тут разойтись, да, конечно, жизнь тяжелая, денег не хватает, мы все прекрасно знаем, но давайте конструктивно, будем экономить эфирное время. 211-101. Я просто почему хотел перебить Герману Анатольевичу, когда вы говорите о пакете законов, это здорово, да, но вот если взять, скажем, мой случай, вот я должен был выйти в мае следующего года на пенсию. А давайте все проговорим. Насчет пакета законов 2034 года для меня это очень туман, я до этих лет не доживу. Поэтому меня волнует только то, что я вот вдруг, оказывается, что я не выйду в мае следующего года на пенсию, я выйду на год позже, и вот эти вот даже мизерные денежки, я их уже потеряю. То есть меня государство просто отнимет, а уже не успеет возместить, потому что я долго не проживу. Поэтому для очень большинства людей очень важно именно повышение возраста, а не весь остальной пакет законов, действия которого они даже не успеют почувствовать. Поэтому вот я так говорю, просто чисто из-за этого. Герман Анатольевич, да. Комментарий добавлю, вот вчера вы руководитель пенсионного фонда, вчера приводил пример. Николай Пасмаков. Да, о том, что у нас большинство пенсионеров на пенсии продолжают работать, поэтому их это никак не коснется, все здорово, ну подождите, они продолжают работать. Почему? Потому что пенсия маленькая, она вот от безвыходности, у меня мама всю жизнь проработала в общественном питании, там таскают котлы, представляете, какая работа. Вышла на пенсию, 7-800 пенсия, конечно она вынуждена идти работать, но по крайней мере у них есть выбор. Если мы им сейчас просто законодательно сделаем, там увеличим пенсионный возраст, то у них такого выбора не будет, просто за них решим, и они будут обязаны работать. Сегодня многие пожилые люди сидят там с детьми, с внуками, у своих детей, для того, чтобы дети могли идти работать, больше заработать, и хватило денег там на садик, на питание, то получается у них сейчас просто не станет права выбора. Такие доводы, мне кажется, ну очень несправедливы, и в первую очередь абсолютно не учитывают мнение народа. Герман Анатольевич, прокомментируйте, потом примем звонок. Эти предложения действительно как бы рассматривались и предлагались, и Павел, вы знаете, что у нас где-то практически год назад даже региональным законом предусмотрена поддержка молодых семей в плане того, что выплачивать 5 тысяч, чтобы было возможности малой мамы нанять человека, который бы, допустим, ухаживал ту же бабушку, ту же или знакомую, или кого-то еще. И при этом, значит, эта сумма выплачивается, она может работать при этом. Кроме всего прочего, мы и говорили, что еще нужно обратить внимание на это, и не только, допустим, на серые зоны. Вы знаете, что много людей, значит, если у нас 400 тысяч пенсионеров, 440 тысяч по территории Кировской области, то вообще работающей части населения значительно больше. Значит, так вот, где эти выпадающие люди? То есть нужно предусмотреть опять эту черную дыру в законодательстве, чтобы эти серые зоны выявить. И для того, чтобы люди действительно работали, показывали свою заработную плату и платили соответствующие налоги в пенсионный фонд. Это опять же увеличение, это опять же для того, чтобы нашим пенсионерам была пенсия выше, значит, и жизнь стабильнее была. Павел, 30 секунд и затем примем звонок. Наверное, с этого надо начинать, прорабатывать такие варианты, выводить из серой зоны, а не повышать пенсионный возраст. Вы все правильно говорите, поэтому я считаю, что надо искать другие пути решения данной проблемы. А пути-то какие? То есть выводите все из серой зоны, а пути-то еще какие? Не понимать пенсионный возраст, пути налаживать медицину. Что касается, вы говорите, 5 тысяч рублей поддержка, да у нас коммуналка до 10 тысяч достигает, в Котельниче по 8 тысяч люди платят, там в Кирове платят за двухкомнатную квартиру 7 тысяч рублей, какие 5 тысяч рублей, о чем вы говорите? Частный садик стоит 15 тысяч в месяц, коммуналка там 5-7 тысяч рублей, какие 5 тысяч рублей, как на них можно прожить? Но надо присмотреть в федеральном законодательстве, потому что если региональный позволил себе норму закона такую принять, почему бы не побудить федеральное законодательство, чтобы тоже улучшилось жизнь? Мы идем к тому, чтобы действительно с учетом этого повышения возраста обезопасить жизнь граждан, чтобы эта жизнь не ухудшилась, а чтобы они почувствовали, что реформа действительно работает в позитивном плане, а не в негативном. Поэтому мы будем в ближайшее время смотреть на 30 тысяч рублей. Давайте премьем звонок. С увеличением обезопасного возраста, наоборот, сейчас все будут хотеть работать неофициально, чтобы не отдавать свои деньги, а наоборот их копить и использовать и сегодня и сейчас. Вы считаете, что это палка в двух концах. Алло, добрый день, вы в эфире, у вас 30 секунд, буквально мало времени. Алло, как вас зовут? Добрый день, Надежда. Пожалуйста. Я не верю, что Единая Россия работает в интересах народа. Так, давайте по поводу интересов силовых структур. Почему их не отправляют на пенсию раньше? Спасибо, спасибо, спасибо. Я просил, все-таки, пожалуйста, внимательно, я просил, вы за, конкретно обоснуйте, вы против этих изменений, конкретно обоснуйте. Против или, да, изменения в пенсионном законодательстве, а не против или за какой-либо партией. Зачастую вот раздаются такие реплики, ну, они, да, есть, любит их наш народ, но давайте, вот у нас тема такая сегодня, пожалуйста, выскажитесь конструктивно. Владимир, Владимир, давай попробуем второй звонок, может быть, там все-таки нам больше повезет. Добрый день, вы в эфире. Алло, можно говорить? Да, 30 секунд у вас времени. Я за, вот, например, потому что, посмотрите, рядом находится Герман Гончаров, который тоже потерял, потеряет, будет работать. Владимир Быков, который, будучи пенсионером, а также на подходе Климов и многие другие, а как они трудятся. А Павлу маленькая ремарка. Павел, это Шейнин не в вашей партии, а вы в его партии. И чтобы быть таким, надо немного поголодать в Квастрахани, как он. Спасибо. Ну, то, что произнесено, то произнесено. 211-101, вы еще успеете дозвониться. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, ну, конечно, вот тут, наверное, можно, не знаю, согласитесь ли вы, но можно назвать неким упущением, что информативная работа, да, с обществом, с людьми, как-то она, не знаю, запоздала, может быть. Ну, здесь опять тот же случай, когда уже правительство предлагает законопроект, а потом уже обсуждение. То есть, наверное, можно было начать все-таки... Представители людей, проживающих в Кировской области, люди избранные в депутатские кресла, вы сейчас вот конкретно пойдете в народ, будете выслушивать их, Герман Анатольевич Павел? Безусловно, безусловно. Пойдете, где с вами можно будет встретиться, где высказать своего обычным горожанам, жителям области свои предложения? Ну, и в первую очередь, конечно, я пойду в свой округ. Округ у меня действительно серьезный, это практически три завода. Завод «Авитек», «Лепси», завод «АЦМ», часть «Лепси», конечно, и населенные пункты... Будут дни какие-то объявлены, приемы, общения или что? Работа общественная приемная, бесперерывная. Значит, если есть предложения граждан, я принимаю не только в своей приемной, но и уезжаю на Большую гору, и выхожу в цеха заводов, и встречаюсь с ветеранами заводов. И это не только как бы от раз от раза, это бывает каждый месяц в планомерном порядке. И прием граждан общественной приемной, там у меня есть, конечно, как бы свои помощники, мы реагируем на любые вопросы и любое волнение граждан. Поэтому, естественно, я пойду и на заводы, и в коллективы, и в цехи, и в населенные пункты, как Большая гора там, и Ганиная, и буду разъяснять позицию о том, почему мы должны изменить пенсионное законодательство, или опять, как в ряде стран бывает, скатиться в какую-то яму, из которой потом сложно будет выбраться, и опять, кого будем в этом случае винить, потому что всегда ответственность должна на себя брать какая-то партия. В данном случае эту ответственность на себя берет Единая Россия. Павел, где с вами можно будет встретиться? Ну, у нас очень также работает общественная приемная. Да, общественная приемная справедливая Россия. Также депутаты работают в своих округах, проводят встречи. Я лично провожу дворовые встречи регулярно в своем округе. В интернете, в социальных сетях очень часто нам пишут, причем пишут постоянно. Поэтому мы поддерживаем связь с своими избирателями. Что касается сбора информации, конечно, мы будем собирать информацию, не только, что люди против, а какие-то предложения конкретные, их формулировать и пытаться, опять же, наших коллег в Государственную Думу доносить и прилагать какие-то конструктивные вещи. В общем, вопрос очень даже непростой. Ну, я думаю, мы не последний раз его обсуждаем, Владимир. Да, безусловно, еще встретимся в нашей студии. Спасибо нашим гостям, депутаты областного законодательного собрания, вице-спикер, руководитель фракции Единая Россия Герман Гончаров и представитель фракции Справедливой России Павел Дорофеев. На этом дневной разворот завершен. До встречи в культпоходе через 20 минут. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.